Здравствуйте. Сегодня получается хорошая, интересная конференция. И так совпало, что та методика, о которой я буду рассказывать, она хорошо сочетается с Customer Journey Maps, о которой говорили только что. Я сам проектировщик взаимодействия, и так сложилось, что обычно я работаю либо нет доступа к пользователям, либо нет возможности провести исследования. Поэтому приходится подбирать методы и работать самому, пользоваться какими-то партизанскими тропками. То, что написано на экране, в принципе, все правда. Один пункт я придумал. Нет, Макс, от этого не уйдешь. Это было. Что я буду рассказывать? Это метод моделирования пользователей. Универсальный. То есть он работает, когда мы проектируем для массового пользователя, для широкой аудитории. Например, когда у нас в задаче стоит, проектирует для аудитории мужчины, женщины возраста на 20 до 50 лет и владеющие компьютером. В принципе, все у нас, что есть в задании, нам нужно для них спроектировать что-то. Если бы у нас была более точная аудитория, мы бы использовали персонажи. В этом случае нам приходится использовать что-то другое. Еще этот метод работает для разных бизнес-доменов. То есть его можно применять при проектировании продающих сайтов, сайтов услуг, новостных сайтов, проектировании игр либо системы помощи пользователям. Он достаточно простой. Это метод использования типологии пользователей. Простой, потому что у нас всего 4 типа пользователей. Есть другие типологии, когда у нас 8, 12, 16 типов. И такие типы, типологии, могут быть хороши для психологов, но для проектировщиков 12 типов слишком много, для 12 типов ты не спроектируешь. Нужно что-то меньшее число и более конкретное. И тут еще дается достаточно четкое руководство по дизайну, что нужно делать для конкретных пользователей. Метод проверенный. Он основан на методике, которая была статистически проверена, и его можно многократно использовать. То есть ты создаешь модели пользователей, типы пользователей. Можно использовать на одном проекте, на другом, и они сработают. Я искал этот метод несколько лет. Он основывается на теории типологии темперамента Дэвида Кэрхи. Он создал четыре типа темперамента и разработал тест, как определить, к какому типу темперамента находится человек. Относится человек. А Брайан Айзенберг написал, как применить эту типологию темперамента в дизайн-практике. И вот тут даны книжки, где я брал основные сведения, плюс еще практические наработки, практический опыт. В основе типологии лежит то, как люди принимают решения. Кто-то принимает решения быстро, кто-то более осознанно, кто-то принимает решения основы на фактах, кто-то более эмоционально. И всего четыре типа, можно выделить четыре типа пользователей. Традиционалист, он принимает решения осознанно, основываясь на фактах. Гедонист, быстро основываясь на эмоциях. Идеалист, осознанно и основываясь на эмоциях. Рационалист, быстро и на фактах. Первый тип – это традиционалист. Традиционалист. Тут достаточно ясно, что он принимает решения, основываясь на фактах, поэтому это занимает время, и он достаточно осознанно, медленно думает и решает. При принятии решений они идут достаточно простым путем. Если какое-то решение срабатывало раньше, то почему бы не попробовать его и сейчас? И, возможно, оно сработает. В большинстве случаев так и происходит. Эти люди надежные, проверенные, трудолюбивые, старательные, последовательные, методичные, идут к своей цели, работают день за днем, шаг за шагом, соблюдают правила, очень уважают закон, переходят всегда светофор на зеленый свет, слушаются то, что им говорит начальство, соблюдают все правила и распорядки. Но, с другой стороны, они надежные, готовы помочь людям. Когда у них самих возникает ситуация, что им нужна польза, они в первую очередь стараются решить все сами и сделать сами. Что нужно, когда мы проектируем для традиционалистов? Тут две основные вещи. Первое, когда они приходят на ваш сайт, либо пользуются вашим продуктом, то они должны создать доверие, создать атмосферу доверия и безопасности. То есть знакомый интерфейс, знакомые громкие названия, все просто и проверено. Они будут смотреть, копаться в мелких деталях, все внимательно прочитывать, то есть они будут смотреть сроки доставки, политику возврата до вашей компании, почитают контракт до того, как сделать решение о покупке, как что-то сделать. При навигации на сайте они в основном пользуются основной навигацией, будут внимательно прочитывать пункты основного меню, пройдут одну страницу за другой, просмотрят, пока не найдут то, что их интересует. Ну и когда у них возникают проблемы, то они в первую очередь будут стараться сами их решить. Второй тип — это гедонисты. Тоже достаточно просто и логично. Они принимают решение быстро, потому что основываются на эмоциях. И основной у них критерий при принятии решения, это нравится или не нравится. То есть они доверяют себе, верят в свою интуицию. Если им что-то нравится, они покупают это или делают это. Если это в тренде, они идут в эту сторону. И для них, если, например, для традициониста важно, чтобы я сделаю сейчас правильно, чтобы потом мне было плохо, то для гедониста самое важное, что я хочу, чтобы мне сейчас было хорошо. Они любопытные, любят внимание, любят подарки, игры, сюрпризы, готовы идти на риск, потому что верят в себя, в свою удачу. Когда они приходят на сайт, то им не хочется чего-то выбирать, долго копаться, вычитывать подробную информацию о продукте. Для них идеально было, если бы сайт либо продукт сразу предоставлял для них лучшее решение их насущной проблемы. То есть, что для этого нужно? Им короткие воронки конверсии, четкие призывы к действию, детальные пункты описания продукта, они более визуальны, то есть им скучно с длинным текстом, они его не очень переносят, им лучше подавать более визуальную информацию. Когда они что-то хотят найти на сайте, они не браузят страницы, они сразу скорее идут на поиск, набирают то, что их интересует, ищут и пытаются найти. И еще им нравится очень, когда к ним… Перперсональные отношения, когда к ним обращаются на вы, предоставляют специальное обслуживание, сервис. Четвертый пункт, третий тип — это идеалисты. Достаточно интересный тип, потому что они принимают решение, они основываются на эмоциях, но медленно и осознанно. Это… У идеалистов две основных мотивации. Первая — они направлены на личностное развитие, они хотят сделать мир вокруг себя лучше, сделать себя лучше, и смотрят, делает ли ваш продукт что-то лучше, помогает ли он кому-то. И второе — они направлены на общение, направлены на других людей. То есть они искренне добрые, направлены на общение, но с другой стороны немножко опасаются, не обманут ли их, не подставят ли их, они боятся ошибиться. И если они хотят принять какое-то решение, что-то выбрать, то первая вещь, которую они сделают, они спросят совета у окружающих, кто уже пользовался подобным продуктом или услугом, как это работает. Когда мы проектируем для идеалистов, то основная у них мотивация, что они хотят получить вашу услугу быстро и просто, но боятся как бы их не подставить. Поэтому они осторожничают, будут смотреть о вашей компании, смотреть, какие у вас социальные цели, социальная направленность. Им, как и гедонистам, нравится личное обращение. Когда они обращаются за помощью, то они, опять, что я говорил, спрашивают советы других людей, либо сами готовы пойти к ним на помощь. И последний, четвертый тип – это рационалист. Те, кто быстро принимают решения, основываясь на фактах. Такой тип гениальной прагматики. Я, например, для себя рационалиста представляю как Стив Джобс. То есть люди, которые конкретно направлены на решение проблем, направлены на результат. И дизайн для них сложнее всего, потому что они ищут лучшие решения и лучший продукт. Если вы не лучшие, то вы их не интересуете. Единственный момент – их заинтересовать и быть действительно лучшими. Они очень четко все фильтруют информацию на сайте, то есть быстро отсекают маркетинговые слова и лезть от реальных фактов и информации о продукте. Интересно, что несколько лет назад Якоб Нильцин проводил юзабилити-тестирование американского статистического, национально-статистического агента, и он там увидел четыре группы пользователей поведенческие, которые напоминают типы темперамента КРС. Вот так вот выглядит карта взглядов для типа соответствующего традиционалистов. То есть эти пользователи методично смотрят по сайту, пробегают по всем словам, потом переходят на главную навигацию, переходят на следующую страницу и внимательно все просчитывают. Задачей при этом тестировании… Одной из задач было найти… определить численность населения Соединенных Штатов на момент тестирования. Большинство пользователей с задачей не справилось, потому что эта численность была показана только в одном месте на сайте. И традиционалисты не справились с этой задачей. Вот как смотрели гедонисты. Они зашли на страницу, быстренько пробежались, увидели, что ничего интересного, пошли на поиск, начали искать, ничего не нашли, не выполнили задание. Идеалисты. Тоже достаточно похожи на гедонистов. Быстро просканировали страницу, посмотрели. Единственная разница слева на экране. Они начали пользоваться фильтрами данных, что-то попробовали, попробовали, но у них тоже ничего не получилось. И вот рационалисты. Единственный из типов, которые… Я как принесли их назвал удачливые пользователи. Те, которые выполнили задание, нашли численность населения в правом верхнем углу. В левом верхнем углу было написано на этой странице. Остальные просто смотрели, сканировали и не видели. А эти сразу четко увидели, нашли и сделали. Теперь практика. Я рассказал эту теорию темпераментов. Про это… Что с этим можно сделать? На этой основе можно строить такие скелетные персонажи. Можно проводить когнитив волкс-рузы. Customer Journey Maps, то есть берешь сайт, представляешь, как бы ввел себя на этом сайте традиционалист или гедонист, делаешь заметки, какие-то описания и предлагаешь советы по оптимизации веб-сайта по улучшению конверсии. То есть можно улучшать дизайн для конверсии, какие-то идеи генерировать. Можно предлагать идеи по улучшению информационной архитектуры. Можно оценивать контент, основываясь на этих типах темперамента. Можно давать какие-то советы по улучшению визуального дизайна. Вопрос, который люди задают, часто, когда начинают пользоваться этой методикой, нужно ли проектировать для каждого из темпераментов в отдельности. На самом деле проектируется… ошибочно проектировать для всех в отдельности, проектируют для всех сразу. Я расскажу сейчас, как это делается. Пожалуйста, поднимите руки тех, кто думает, что эти четыре типа не распределены так, как показано на этой диаграмме, то есть равномерно среди населения. Вы правы? Как бы большинство людей подняло руки, и вы правы. На самом деле распределение происходит примерно таким образом. Это распределение для… на основании тестирования АКРСи каждый год тестируется несколько миллионов людей, и это как бы глобальное распределение, наверное, со сдвигом на Соединенные Штаты, на Западную Европу. То есть самый большой тип это традиционалисты, 45%, то есть 40-50%. Потом второй по численности тип гедонисты, их около 35%. Следующий это идеалисты, их 10-15% по разным оценкам. И рационалисты самых малораспространенных тип, их где-то 5-10%. Теперь посмотрите на эту диаграмму. Сейчас я задам еще один вопрос. Из четырех типов для кого мы проектируем первым? Они все люди. Еще раз. Ну, кто-то сказал идеалист, ну, не знаю, как бы идеалистов их 10-15%, это маленькая группа. Вполне логичным вариантом кажется традиционалист, как самая большая группа пользователей. Но на самом деле вначале проектируем для гедонистов. Почему? Потому что они быстро принимают решения, нравится, не нравится. Если им не понравится ваш дизайн, то вы их потеряли, они уйдут. И они вторая по численности группа пользователей. То есть мы стараемся ввести в свой дизайн те элементы, которые устраивают гедонистов. Вторыми для кого мы проектируем? Да, это логично. Вторыми проектируем для традиционалистов, потому что они самая многочисленная группа. И тут у нас очень интересная ситуация, что эти два типа, гедонисты и традиционалисты, они составляют 80% всего населения, всей аудитории. Кейрси даже назвал эти два типа, он их назвал землянами. Вторые два типа, идеалисты и рационалисты, он их назвал марсианами. И тут принцип такой, что вначале мы проектируем для землян, и во многих случаях только двух типов будет достаточно. Если мы проектируем такой средний продукт на уровне рынка, то нам не надо заморачиваться и идти дальше. Мы уже будем успешны. Мне кажется, это очень здорово, что у нас всего два типа. Пользователи с ярко выраженным поведением мы проектируем для них, и уже у нас будет достаточно хороший шанс попадания, если мы хорошо спроектируем. Дальше мы проектируем для идеалистов, тут я их назвал филантропами. И последними рационалисты. Я написал, если осмелите, потому что действительно, чтобы в них попасть, нужно быть либо лучшими, либо предложить какую-то новую технологию, которой еще нет аналогов на рынке, и они тогда первыми придут и попробуют. Если им понравится, они останутся, если нет, то они так же быстро уйдут. Тут вообще интересная вещь, что на самом деле темперамент — это не тип, это континуум. То есть если вы посмотрите на окружающих, то чистых традиционалистов, чистых гедонистов и рационалистов, их достаточно не так уж и много. Будут такие люди среди ваших знакомых обязательно, но большинство людей находится где-то посередине. То есть каждый человек, он представляет собой не один какой-то тип, а смесь всех четырех типов, просто один из типов выражен более ярко. Еще более интересно, что тип может меняться со временем. То есть, например, когда я делаю тоже тестирование по Керси, у меня в разных случаях получается разный тип темперамента. И также у людей оно может менять, тип темперамента может меняться в зависимости от настроения, от состояния человека. Например, когда у человека хорошее настроение, он ведет себя более как гедонист. Когда у человека какая-то тревожная атмосфера, обстановка, он будет более традиционалистом. Когда человек принимает какие-то крупные, серьезные решения, он тоже не будет принимать, основываясь на нравится, не нравится, он смотрит, покопается в информации, почитает. Когда мы решаем о какой-то мелочи, то никто тут не будет заморачиваться. Кроме того, есть разница, например, между мужчинами и женщинами. У женщин идеалистов в два раза больше, чем у мужчин, либо чем в среднем по населению. Если мы проектируем только для женщин, то мы не можем пользоваться двумя типами. Нам надо будет в хорошем случае проектировать для троих, для традиционалистов, для женщин традиционалистов, традиционалистов, гедонистов и идеалистов. Возможно еще, что распределение типов темперамента меняется в зависимости от национальностей. Южная либо восточная национальность, у них есть такая гипотеза, у них будет больше процентов гедонистов, меньше традиционалистов. Что я хочу сказать? Попробуйте, попроектируйте. Я знаю, что это очень просто, и это все сработает. Только надо иметь в виду, что все, что вы делаете, любой проект, это есть гипотеза, рабочий черновик с этой методикой. Вы ее запускаете, генерируете гипотезу, и потом используете более четкие методы для проверки и улучшения. Так, из первого ряда. Вот. То есть, немножко расскажу про книжки. Это основа. На самом деле, то, что я вам рассказывал, это собрано из, не знаю, 10-15 книжек и блоги. Но сама теория темперамента, это вот книга Дэвида Керси, Please understand me. Есть тест, есть онлайн на русском, на английском. Вы можете пройти попробовать. Брайан Айзенберг, он занимается дизайном для конверсии. Вот 10 лет назад он написал книгу Waiting for your cat to bark. Там было это основано. И можно зайти на его блог, там есть какие-то размышления об этом. Я выложил эту презентацию на слайдше, она лежит. Там еще после этого есть несколько дополнительных материалов, какие-то практически секреты, что с этим делать. Например, как теория темпераментов относятся к теории принятия новых технологий Мура. Вот это crossing the chasm. Тоже типы примерно составятся. Там распределение типов между мужчинами и женщинами. Посмотрите. Ну, давайте я расскажу вам кейс, как бы, например, я проектировал такой продукт, называется World of Tanks. И там было два типа пользователей основных. Называется… Тогда я еще не совсем этой методикой владел. Пользователь назывался Новичок. Он совпадает более-менее с гедонистом по кейрси. Для этого пользователям главное прийти в игру, быстро разобраться, как попасть в бой. Сел на танк, поехал, узнал, как ездить. Повоевал, вернулся в ангар, пересел на следующий танк, поехал опять воевать. То есть шла оптимизация на то, чтобы он быстро включался и шел. Второй пользователь был более продвинутый, соответствовал как бы традиционалисту, тот, который интересуется характеристиками танка, выбирает какой-то конкретный танк, занимается обучением экипажа. То есть делается продвинутая функциональность, и она немножко пряталась на задний план, чтобы не мешать новичку быстро освоиться, не делать. Это один момент. Второй момент. Я работал над страховым сайтом. Был сайт автострахования. Там был достаточно хорошо оптимизирован на конверсию. Там хорошая воронка была, хороший дизайн. И он был еще хорошо так оптимизирован под SEO. Но что я заметил, там совсем не было информации для традиционалиста. То есть там не было никакой дополнительной информации человека, который хочет покопаться поглубже, посмотреть, что покрывает его страховка, в каких случаях она срабатывает, каковы условия и все. Ну и тогда были выработаны предложения по изменению информационной архитектуры сайта, что добавить специальный справочный отдел, раздел со всеми этими данными с этой информацией. И после этого редизайна сайт, он находился уже в топ 100 сайтов Нидерландов, он поднялся на 24 позиции вверх. То есть был 40 какой-то, стал на 14 месте. И попал первый сайт Нидерландов в категории по юзабилити из категории страховка, автостраховка. То есть, ну, самое простое, мы смотрим, что обычно либо сайт оптимизирован для какой-то одной группы пользователей. Если он там слишком такой скучный и текстовый для традиционалиста, мы добавляем что-нибудь более веселого, укорачиваем пути конверсии, делаем призывы к действию, либо наоборот, если не хватает такой дополнительной информации, мы ее добавляем и делаем так, чтобы она была легко доступна. И следующий пункт, если мы хотим еще глубже идти, идти на уровень выше, мы тогда работаем на идеалиста. То есть там реально ставим какую-то, например, у нас есть какая-то большая социальная цель у нашего сайта. Например, мы там проектируем социальную сеть для раковых пациентов. Как бы что-то такое. Либо даем пользователям возможность помогать друг другу общаться с друг другом, оставлять свои комментарии. вот так. Да, да. Ну, это все накладывается на сценарии, но я, например, если говорить про идеалистов, то не у каждого сайта есть какая-то большая социальная сеть, там сеть доброжа, делать что-то хорошее. Обычно мы, например, там коммерческий сайт, то есть нам будет сложно попасть в идеалистов, если у нас цель заработать денег. Либо мы будем притворяться и обманывать их, либо мы действительно будем выполнять какую-то миссию. Это такие варианты. И то, что я рассказывал, это не сценарий, это попытки рассказать, какие потребности у пользователей данного типа темперамента, когда они заходят на ваш сайт. Что им нужно, куда они смотрят. Да. Очень правильный вопрос, и как раз он попадает в точку. То, что я предлагаю, это как стартовая площадка, так как черновик быстро спроектировать что-то, что с большой вероятностью заработает. А потом мы уже проводим исследования, проводим тестирование, создаем персонажей, дотащиваем то, что у нас есть. Ну, получается так. Да, да, метод Паретта работает и здесь. Да, да. Да, да. Все четыре направления будут зарабатывать. Получается, да. Почему это всего лишь 8%? Ну, потому что есть еще какие-то специфические вещи, которые относятся только к рационалистам. Например, когда, не знаю, пример покупки со сковородки. Когда традиционалист идет покупать сковородку, то он будет оптимизировать по соотношению цена-качество, чтобы она нормально приготовила ему пищу. Когда покупает гедонист, наверное, он посмотрит там акцию, кто-то ему скажет, вот тут какая-то супермодная тренди-сковородка. Он ее купит и будет еще хвалиться, говорить, что у него есть. Когда придет идеалист, то для него будет важна экологичность. Остальным это неинтересно. Я веду к тому, что в идеале, в общем, люди используют часть логика гедониста-профессионалиста. Да, это очень правильно. То есть так и есть. Когда мы хорошо задизайним, например, для гедониста, то мы покроем определенную часть потребности идеалиста. Так и есть. Можно сказать, что и большинство. Все. Большое спасибо. Тут я оставил свои контакты. Если что, связывайтесь, пишите. Буду рад ответить на вопросы. Только, пожалуйста, пишите, кто вы, и пишите конкретно вопрос, если вы обращаетесь в LinkedIn или Skype, просто не кидайте. Да, привет. Спасибо. 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 Спасибо.